Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Профессор Василенко на связи прямо сейчас. Никита Кимович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые господа и товарищи. Да, о товарищах. Давайте прям с этого, с места в карьер начнем. Есть такой товарищ Медведев. Он снова угрожает ядерным ударом. Это как реакция, в том числе и на обстрел Москва-Сити сегодня дронами, которые как бы подсадили, но, скажем так, они попали в цель от рэбов российских. Что говорит, собственно, Медведев о том, что вполне себе вероятен и этот сценарий. Как-то вот стало все очень не в новинку. Удары по Москве, угрозы ядерным оружием. В это время наступление вооруженных сил Украины движется не шибко быстро, но, как бы, это наступление признает даже Путин, который, собственно, говорит, что проблема в том, что нет переговоров или прекращение огня в том, что Украина наступает. Что думаете вы? Вот сейчас обострение. До каких, скажем так, витков эскалации может дойти? Александр, неоднократно на этих и других эфирах я предупреждал о более чем вероятном применении тактического ядерного оружия. Поэтому, как бы ни шутили по поводу Медведева, не острили злые языки о том, что он алкоголик, о том, что язык у него не успевает за сознанием, потому что сознание работает в затуманенном этом, это нам, романистам, хорошо знакомо. Потому что романисты тоже не грешные люди, я осознаюсь в этом. Был один Булгаков, он, по счастью, запрещен в Украине, тот, который мастер Мараита, помните, проклятый советский автор написал. Но он сидел на морфии. Я так полагаю, что Медведев тоже пишет роман и периодически посаживается на иглу, что тут удивительно. Но, господа, при чем тут Медведев? Медведев глаголит то, что излагает ему старший брат. Старший брат – это Путин. Наше ядерное оружие не было применено только благодаря тому, что мы наступаем, а противник обороняется. Это говорит не Александр Шелест или профессор Василенко. Это говорит сам Путин. Вчера в полдвенадцатого ночи он давал пресс-конференцию. Уже слова «локальная военная операция» не присутствует. Речь идет и в словах Путина о войне. Ну, вы, очевидно, видели эту пресс-конференцию. Он говорит, мы обороняемся, мы обороняемся, мы обороняемся. На отдельном участке он начинает нести уже явно несусветную муть о том, что там продвинулось определенное подразделение до полутора-пяти километров. Но это уже из области медведевских фантазий, понимаете? Тем не менее, интуитивный метод познания реальности, который сейчас распространился более-менее, он присущ немногим ученым, но дело в том, что он подразумевает все-таки применение тактического ядерного оружия. Без этого наша война будет неполной и локальной. Проведем примеры войны между Ираном и Ираком. Там погибло миллион человек, понимаете? Но как это на нас, на Украине сказалось? Так и всему миру абсолютно безразлична наша война. Пока, ну разве что кроме Польши, пока не коснется дела ядерки. Вот тогда мы запоем все вместе. А то, что ударили по Москве, так я давно говорил, Москву можно подорвать только в одном случае Россию. Ударом по Москве. Потому что самые поганые россияне, это уже там не россияне, а жители Татарстана, Башкирстана, Узбекистана, прочих станов, говорят, что злые языки. В Москве осталось 30% славян. Я в это не верю. Но если даже 70%, это все равно незначительное количество. Не питерцы прямо говорят о существе, а не москвичи. О существовании целых кварталов гастарбайдеров, куда они вообще-то и не суются. Санкт-Петербургцы, кто может смотреть на старые, напишите мне, я использую это в передаче. Это все вполне реальные вещи. Русский от нас уходит. Это предсказал еще Солженицын. Поэтому эта война, это последняя война России. Будет применено атомное оружие? Безусловно, да. Тактическое, да. Если мы начнем прорываться в Крым. А мы начнем прорываться. Так начнем ли прорываться? Тут Арестович Давича высказал несколько раз в нескольких уже эфирах как бы версию о том, что мы дойдем до моря и станем на берегу, ну, на границе с Крымом или там на берегу Азовского моря и будем торговаться, взяв в заложники два миллиона крымчан. Безусловно, да. Но мы станем на побережье не потому, что мы не захотим идти. У нас просто не будет человеческого ресурса, куда идти. Ведь это наступление выбьет многих и многих. Уже выбило. Александр, тот же Путин прямо сказал, что у Украины заканчивается человеческий фактор, человеческий потенциал, мобилизационный, он сказал, по-бюрократичному. Но заканчиваются люди на войну. На Крым у нас уже на наступление не хватит. Разве что нам дадут антомы, разве что нам дадут еще боевую технику, но нам ее не дадут. Кто начинает по-новому рассказывать о выборах в Соединенных Штатах Америки, которые определяют программу, никто не станет нам давать вооружение накануне выборов. Но не станут. Ни одна, ни другая партия по одной простой причине это негативно будет воспринято избирателям. Вот. Поэтому мы станем на границах. То, что говорит Арестович, в последнее время он говорит умные вещи. Но дело в том, что он говорит за себя, понимаете, когда он перестал быть спикером президентским, он говорит за себя. Да, логично бы было выйти на Крым и начинать торги. Но кто это позволит? Это Арестович говорит, это логично. Это нормально с точки зрения выведения войны. Ну, во-первых, сам президент сказал условия окончания войны. Мы знаем. Кулеба, министр иностранных дел, объяснил, что Путин на колени должен ползать просить о капитуляции. Все требуют контрибуции. Но это понятно, что это несусветная ерунда, потому что Россия наращивает темпы вооружения, что бы там ни говорили. Но вчера по суспильному выступала Берлинская, которая возглавляет, так сказать, всю волонтерскую деятельность по производству БПЛА в Украине. И она прямо ясно сказала, у России в четыре раза больше средств пущено на беспилотники. Эта война станет войной беспилотников. Один к четырем. Это проигрыш войны. Она так не сказала, но она сказала, что мы будем терпеть поражение, так сказать. Я не боюсь дословно цитату привести. Сейчас принято подавать в суд. Но Берлинская ясно и откровенно дала понять, пока не будет исправлена ситуация с БПЛА, а мы уже потеряли шанс первый, то есть рывок мы потеряли. Ничего хорошего с нашей войной не будет. Мы сейчас жертвуем людьми. Путин об этом опять же сказал, я ссылаюсь на противника. Мы перестали, а наши же говорили этого с самого начала. Мы избрали новую тактику. Оставляем бронетехнику, вперед идет пехота. Ну, ребята, не надо быть ни Путиным, ни Зеленским, ни заложным, чтобы понимать, что если вперед идет пехота, с поддержкой бронетехнике, которая поспешно скрывается в зарослях, то человеческие потери колоссальны. Вот и так мы выйдем на границу Крыма, а дальше мы не пойдем, мы нечем, кто туда пойдет. Вот такие дела наши, весьма печальные. Александр, эта война, помните, как предсказали царю леди Киру, когда говорит, он, я пойду войной, мол, на Персию. Кто победит? Послали к Дельфийскому Оракулу. Оракул сказал, пойдет большое государство. В результате Кир проиграл, его повели на стер, он начал плакать, бить себя в грунт. Его противник говорит, что этот выпендривается, его сейчас палят, а он, значит, плачет. Ну, может, говорит, вот мне Оракул подобный предсказал. А ну, давайте к этому Оракулу спорим, узнаем, уточним. Оракул говорит, я сказал, пойдет большое государство. Вот так я могу сказать, что пойдет большое государство. Мы победим, но это будем уже не мы, и мы победим уже не Россию. Интересная формулировка. Как трактовать сразу два таких очень, не знаю, резонансных и с точки зрения украинцев маразматических, но ярких высказываний еще одной любительницы, скажем так, горячительных напитков, Марии Захаровой. Первое высказывание. Ругают украинцы Путина, потому что хотят такого, как Путин президента. Второе высказывание. Россия в Украине воюет, проводит СВО, в том числе, чтобы защитить Африку. Казалось бы, несусветное высказывание, что за ними стоит? Ну, защитить Африку это реверанс в силу того, что международный форум состоялся в России, мы понимаем. Потом Россия, не будем забывать, является экспортером 20% мировой пшеницы. Мы пяти. Естественно, она нас выбивает из этой сделки. И запомните, вот сейчас мое высказывание. Я не менторски говорю, я просто прошу это учитывать публику нашу, которая смотрит. Когда говорят, что Путин вынужден будет вернуться к зерновой сделке, с зерновому сговору, я бы сказал, потому что какое может быть заключить договор с врагом, который убивает твоих солдат? Понимаете, это не... Конечно, есть аналоги в мировой истории войн, но не в наших в данном случае. Так вот, даже он не пойдет на эту сделку. Он будет делать до конца для того, чтобы выбить Украину из рынка зерна. И таким образом, Маша, видно, именно это имеет в виду. А хотят ли украинцы Путина? Понимаете, в чем дело? Ну, Мария судит по себе, потому что Россия склонна к тоталитаризму со времен Иоанна Третьего, прозванного Грозным. Прости, Господи, мудак, пьяница и развратник, но создал, так сказать, опричину, которые гордятся русские, хотя гордиться тут нечем. Россияне, московицы. Вот. Она считает, что украинцы поклоняются какому-то идолу. Да сроду они идолу не поклонялись. Понимаете? Уж какой хороший был Ющенко для национально ограниченных поклонников, но тем не менее, ну, никто ж никому в голову не приходило превозносить его до небес и прочее, прочее. А ко всем президентам с Кучмой и Кравчука относились с известной долей иронии сарказма, модное ныне слово. Поэтому Маша судит по себе, но некрасивые на России девки. Ой, некрасивые, Александр. Почему я никуда не... когда не уезжаю и все мои мужы, они украинки или польки. А это такое хай господь мылое. Никита Кимович, это чисто субъективное. Есть подтверждение уже с другого источника, сначала об этом писала Wall Street Journal, теперь собственно Associated Press подтверждает, что 5-6 августа в Саудовской Аравии состоится саммит по Украине. Организован этот саммит Украиной, ожидается участие представителей Белого дома и ждут на этом саммите представителей Глобального Юга, чтобы убеждать, стать солидарными с западной точкой зрения по разрешению войны в Украине. Что это за мероприятие, что оно нам дает и чем это как бы обернется? Нечто... Есть прямые параллели с Крымской платформой до Большой войны, но Саудовская Аравия тоже сторона, которая принимает этот саммит, выглядит достаточно все интригующе и интересно. Что будет и чего ждать? Александр, я сейчас высказываю свое субъективное мнение, которое является субъективным любого обозревать, тем не менее, посмотрев на господина Путина несколько подряд дней, я понял, что ждать ничего не придется. То есть можно использовать Крымскую, Лаосскую и прочие платформы, можно уповать на Китай, который проголосовал за признание России агрессором, но ничего не изменит в ведении царя России и Руси. Мы видели, как вчера себя он уверенно вел на пресс-конференции, как на йоту не отступился от своих правил. Что мы можем ждать? Путин как бы вытесняет уверенно, нас с рынка зерна так и продолжает вытеснять. Когда он пригрозил топить корабли в Черном море, заметьте, в нейтральных водах, по малейшему подозрению, Соединенный Запад даже не вякнул в ответ, то есть ничего не высказался. Более того, я вас уверяю, когда он потопит хоть один корабль, тоже ничего не будет. Когда вагнеровцы войдут в Польшу под любым предлогом, то ли провокативным, то ли нет, начнется долгое размышление о том, что это не Российская Федерация, это Вагнер и 5-е 10-е. Поэтому, когда мы уже поняли, что НАТО не панацея, Саудовская Аравия не панацея, конечно, они рассмотрят вопрос, но я повторяю, что если Россия, я не знал, что у нее 20% рынка зерна, если Россия доминирует на этом рынке, успешно отбирает его, то в конце концов, какая разница Китаю, Китай основной покупатель, Китаю у кого покупать зерно, Китай главное, чтобы было зерно. Вот, поэтому я думаю, что это очередная говорильня, тем более саудовы, саудиты, они, как известно, зависимы от Соединенных Штатов Америки, моральные, экономические, финансовые и прочее, прочее, вооружением в частности. Вот, достаточно богатая страна, как и Катар, которая приняла активное участие в этой будущем совещании, но поговорят, бла-бла-бла. Он, Гутерржи, говорит, говорит, да, говорит, и пойла, насточка пой называется, ничего не изменится. За неделю, вторую мы прорвемся на одном из направлений ценой неимоверных жертв. Понимаете, вот тогда мы посмотрим на реакцию русских, посмотрим, посыпется ли их фронт, или они отступят. Но неделя, вторая даст решающий перелом летней кампании в ту или иную сторону, но иной стороны уже не будет. Слишком большое усилие, слишком большое количество человеческих материальных ресурсов у нас тут задействовано. Поверьте, сейчас я говорю как редактор газеты «Солдат», который каждый день общается и с высокопоставленными военными, и наоборот, с теми людьми, которые видно с передка на 100 метров вперед, но не более. Но и то, и то очень важно. Поэтому прогрызаем, вот это явное слово оборона. Саудиты тут ничего не сделают. Но нет на Путина воздействия, нет, мы выбили 20% авиапарка, это получим по счетам. Но осталось 800 машин как минимум в воздухе. Понимаете, это не считая транспортной авиации. Ну, 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 и так далее. Поэтому они пока доминируют в воздухе, пока они нас опережают по темпам промышленного роста. Я имею ввиду сборка этих байрактаров чертовых, понимаете, не байрактаров, а ланцетов, извините, российского. Никита Кимович, если все настолько, скажем так, в перспективе, ну, не радужно, и такие, такая прям, такое доминирование у Российской Федерации по средствам ведения войны, то как трактовать, ну, вот как просто вы смотрите на визит Шойгу в КНДР. Александр, ну, как я смотрю, Шойгу едет в абсолютно неразвитую с точки зрения экономики страну третьего мира, которая бряется этой атомной бомбой, которая, во-первых, неизвестна, есть ли она у нее, у которой, какого она качества, и третье, самое главное, у них нет средств доставки. О чем Шойгу может говорить? Ну, поговорит он, ну, он с таким же успехом может проехать в какой-нибудь Зимбабве или Сенегал, ну, скажем, Сенегал, Зимбабве более цивилизованно. Вот, ну, поехал, ну, нашел себе союзников Корейскую Народно-демократическую республику, Господь мылый. Понимаете, если бы он поехал в Южную Корею, я бы сказал, стоит обеспокоиться, потому что для того, чтобы собирать новые самолеты, те же 35-е, им надо микросхемы, микросхем у них нет. Вот, надо обеспокоиться, а так, ну, езжай, ну, я не думаю, что это вообще какое-то влияние будет иметь на исход военных действий. Ну, погодите, Блинкин заявил, что едет туда за оружием, боеприпасами, и вполне себе вероятен вот этот мостик через КНДР для военной помощи Китая. Это ведь абсолютно на эту перспективу, которую мы смотрим, ну, меняет расклады противостояния, или нет? Но Блинкин не напоминает украинский марафон, понимаете, стилистику украинского марафона. Тем более, что надо ли говорить о его славянском происхождении, славяно-явлейском. Вот, уважаемые дамы, уважаемые господа, ну, не верьте вы, Блинкин, ну, какой Китай? Ну, Китай никогда в жизни не пойдет на то, чтобы под любым предлогом нарушать договоренности о экспорте оружия в России. Ну, у него же основной экспорт приходится на Соединенные Штаты Америка. Ну, мы же знаем, это прекрасно, статья доходов, потрясающий. Импорт из Америки, экспорт в Америку, да, ради какой-то северных территорий он не будет никогда в жизни. Тем более, что китайцы уже изучили, товарищ Си, прекрасно изучил, так сказать, планы Путина о нераспространении ядерного оружия. Договорились, он уехал, Путин демонстративно сделал оружие в Белоруссию, пустил. Вот, поэтому Блинкин может говорить все что угодно, опасность существует, существует. Он поедет в Зимбабве, скажет, что опасность то, что он начнет вербовать туземную полицию для наведения порядка в Крыму. Ну, лишь бы говорить. Ну, на это ж, за это деньги платят. Нету-нету, ему платят. Нет, Александр, это все несерьезно. Какие через КНР поставки из Китая. Из Китая так идут поставки, их кирмы работают, но они работают нелегально, понимаете. Деньги превыше всего бизнес, превышает моральные законы и даже постановление собственного правительства. Но мы же с вами ни на одной передаче не говорим о том, что Китай осуществляет поставки оружия в... И каждый раз мы мотивируем это тем, что у Китая экспорт завязан на Соединенных Штатах Америки. Ну, такие вот дела. Да, знаете, поставки оружия это хорошо. Вы обмолвились о Вагнере, который пойдет на Польшу. Пойдет на Польшу Вагнер? Пойдет. Однозначно. Я думаю, что провокации следует опять же ожидать в контексте нашего наступления. Новопровокации, я не говорю вторжения, следует ждать где-то в августе месяце однозначно. Может быть, кстати, товарищ Пух, он не товарищ, гибист поганый, он любит даты, даты начала Второй мировой войны, как известно, приближаются, провокации. Если они начнут в конце августа, начало сентября, я ничему не удивлюсь. Какие это будут провокации? Ну, это сейчас любой включающий телевизор скажет, что первое, они попытаются зашвырнуть туда, в Польшу, массу нелегальных иммигрантов через поломку коридора забора местного или прорыва через пункт этот. Кто-то стрельнет, но я не знаю, провокация есть провокация. Она планируется самими провокаторами и приобретается всем, так сказать, другие черты. Вот, поэтому я однозначно предполагаю о том, что помнится, как у Солженицына написано, когда заключали пакт Молотова-Риббентропа, слушайте, Сталин решил штыком щупать западную Европу. Так и наш господин Путин попробует штыком Вагнера пощупать Польшу, западную Европу. Это однозначно. Как это отразится непосредственно на поставках оружия и помощи для Украины? Вот здесь просто очень интересный момент, ведь мы же понимаем, что вряд ли Вагнер будет идти захватывать территории, присоединять, проводить референдумы. Это все делается исключительно для того, чтобы обескровить украинскую помощь. Почему? Дело в том, что я могу возразить вам, западные государства, предполагая возможность агрессии в Польше после провокации, вполне способны усилить помощь Украине, потому что все прекрасно понимают, усиливай Польшу, не усиливай, а поляки сражаться, так как украинцы просто не будут, им нечем сражаться. Ничего себе нечем, там и Абрамсы поставили, и огромное увеличение восточного фланга НАТО произошло, Моровецкий выходит и говорит, что в ответ на вот это, скажем так, вагнеровское активное поведение на границах с Польшей перебрасываются новые и новые силы на границу, как бы, поэтому здесь такой дискуссионный момент. Нет, я понимаю, но дело в том, что перед Польшей стоит Украина, и вполне логично снабжать Украину, и миллионная армия в Украине, а не в Польше. Понимаете, а как горят леопарды, мы уже с вами, увы, успели убедиться, поэтому опыта никакого, а человеческий ресурс, я же не знаю возможностей польской армии, Александр, будем говорить откровенно, сколько народу оттуда уехало, это сложно даже посчитать больше, чем Украина, наверняка, в процентном отношении. Посмотрим, я повторяю, очень многое зависит от успеха нашего наступления, успех будет, тут по всем военным параметрам, понимаете, ценой огромных жертв, но успех будет. Вот, другое дело, мы остановимся, потому что у нас нет такого мобилизационного ресурса. Будем ли мы торговаться за Крым, как предполагает известный вам товарищ, бывший президентский ритор? Я не знаю. Конечно, по логике вещей надо торговаться, но будет ли с нами торговаться Путин? Я думаю, что нет. Никита Кимович, заговорили о выборах в Украине в полный рост. Почему? Ну, Стефанчук проявляет лучшие способности софистики украинского юриста. То есть, он практически в своем выступлении, которое, как ни читай, читается двузначно, ушел от ответа. Так, выборы будут или выборы не будут? Нельзя быть немножко беременной, но Стефанчук явно показал, что этот вопрос остается немножко беременным. Потому что, с одной стороны, да, Конституция, женское слово, кстати, женского рода, а со второй ситуация военного чрезвычайного положения. Вот. И что одно другому претит, понимаете, что этот, я думаю, что в последний момент решение выбора будет в последний момент главой президентской администрации. Пока он достаточно сильно влияет всему на Зеленского. Зеленский перебирает власть в свои руки, работает гон, работает начинавшийся стаж политический, который он получает достаточно стремительно и в большом объеме. Работает самомнение. Это чисто человеческие факторы, которые эксперты почему-то не подчеркивают. А я как прозаик обязан это замечать в человеке. Понимаете, вот он становится своеобразным самоопределяющейся личностью, самоопределяющимся президентом. Он уже не играет эту роль, он вошел в нее. Вот. Но решение о выборах будет принято в последнюю очередь. Все эти милые намеки о том, что если Юлия Владимировна оказалась в парламенте, то это к выборам. Прилетели птицы, началась весна. Ну, Юлия Владимировна, да, слишком хорошо знаю ее окружение и понимаю, что на это решилась не она, а ее советчики, которые ей... Вот. Ну, она бедная женщина, сами знаете. Вот. Договорился. Да, и сказали, ну, вы пройдитесь в парламент однозначно и так дальше. Во всяком случае, в скиде политических арговиков, которым я принадлежу, шевеления нет. Все прекрасно понимают, что слова Ставанчука значит, ровно столько, сколько значит слова украинского судьи. А что значит слова любого украинского судьи, останется за кадром, потому что я ценю свою работу и... Вот. Я, Александр, по логике вещей они должны провести выбор зеленый. По логике вещей пока есть остатки привязанности к парламентской системе и прочее, прочее. Но поскольку они не руководствуются логикой, это люди де-факто выходцы из 95-го квартала, понимаете, морально, выходцы из 95-го квартала. Поэтому, когда да, когда говорит Арестович, он говорит с точки зрения, я повторяю, последнее время он говорит нормально, он говорит с точки зрения хорошего, так сказать, политического, возможно, не лидера, но, скажем так, деятеля. Надо будет вести переговоры? Да, надо. Но ему противник тот же Кулеба, который говорит, пока Путин не пойдет на колени, понимаете. Это другая точка зрения. Такая же и в парламенте. Зачем им распускаться? Те понимают, что за зеленых никто не будет голосовать, что надо будет сколачивать новую коалицию. Хотя можно провести, подтасовать по законам военного времени, президент по-прежнему пользуется популярностью. Лучше по логике вещей провести выборы сейчас, чем весной, когда все пойдет прахом. Вот. Александр, по подсчетам Института Аграрного Института, сейчас я выписал себе название, за последний Института Аграрной Экономики. Научно ли это? Я не знаю. Мы с вами это прекрасно понимаем. За последний год инфляция продуктов выросла на 31%. Инфляция, которая сейчас возникнет в связи с подорожанием электроэнергии и воды, будет непомерной совершенно. Поэтому весной нас ожидает политический и нравственный кризис. Поэтому весной начнется выгорание в армии вне зависимости от результата выступления. Усталость солдата, о котором я говорил в предыдущем выступлении на предыдущем вашем эфире. Весной начнется неудовлетворение населения уровнем жизни и тому, что накопычилось на русском языке. Накопились громадные долги по... нечем платить. Понимаете, людям нечего платить. И самое главное Александр. Я повторяю, меня вовсе не устраивает судьба Кассандры, предсказательницы у Гомера, потому что я понимаю, что мало кто знает, кто такой Гомер сейчас из молодого поколения. Если это не Гомер Симпсон, да? Да. Так вот, меня вовсе не устраивает судьба Кассандры, но дело в том, что нас ждут продуктовые карточки. Говорят, Украина сама себя прокормит. Братцы мои, как же прокормить? Мы же землю все продали. Мы же протолкнули в день защиты нашей Конституции, мы же протолкнули закон про Анашу, про каннабис. про марихуану. Понимаете? Земля будет усеяна не пшеницей, земля будет усеяна каннабисом, извините меня, медицинским. Вот, поэтому не стоит это. Александр, ну, чтобы я не была одной Кассандры, я вам другую Кассандру наведу. Знаете ли вы тот факт, что когда одна из авиакомпаний предложила возможность реанимации авиаполетов по Украине, на нее набросили западные коллеги, знаете, что они сказали? Цифру, когда будет возобновлено воздухоплавание в Украине, 2029 год. По каким факторам они рассчитывали день, год окончания войны, я не знаю, но это же факт произошел в средствах массовой информации 2029 год. За это время может многое случиться. Пока нас отрезают от рынка пшеницы, потом нас будут отрезать от рынка продуктов. Это естественно, это война на истощение. Увы. Никита Кимович, как вы относитесь к переименованию постамента Родина-Мать в Украина? Мать, ну и соответственно, готовящаяся, как все уже понимают, к 24 числу августа смене герба на щите этого постамента? Александр, тут долгая история, но мать переимать это я могу сказать однозначно без глаголов. А то, что в мое время эту барышню назвали бабой не иначе как, понимаете, никакой эстетической ценности она не представляет. Это памятник гигантомании, которым было характерно тоталитарное общество. Кстати, посмотрите Голодомора на эту ужасную скульптуру, я на нее посмотрел сблизи, я испугался, понимаете, туда нельзя вводить демонстрации иностранные делегации, они перестанут помогать Украине, там же окаменеют, как при виде горгонной медузы. Так вот, само по себе строение это, возвышающееся, доминирующее над Киевом, оно вызывало ужас у людей представителей тоталитарной эпохи. Смена памятника, когда меняют одну голову на другую, это сценарий сатирического фильма как раз в духе 95-го квартала. Я не могу навести сарамический анекдот, но заключается в том, что рабочего изобразили полным, значит, без одежды, но с лопатой. Говорят, вы же уберите это дело, он говорит, как же так, о гармонии и прочее, прочее. И весь анекдот сосредоточен о том, что надо убирать или лопату, или... Так вот, надо убирать или выражение ее лица, эту громадную статую, уже там, или не делать этих жестов, потому что давайте снимем полководца, коня оставим, посадим другого. Ну, я не знаю. Понимаете, это вызывает не сарказм, это вызывает удивление у благожелательно настроенных европейцев, мягко говоря. Это вызывает скепсис у прагматичных украинцев. Но то, что это вызывает у русских, меня это и мало касается, вот так называемых русских. Вот, но сами по себе это нонсенс менять часть статуи. любой, понимаете, в зависимости от желаний публики, политических веяний и прочее, прочее. Ну, и самое главное, как написал один блогер, говорит, вы что ж тратите деньги, уже оказывается там составная финансовая махинация уже существует. Вы что ж тратите деньги, вместо того, чтобы купить дрон, вы тратите на эту уродливую, сделать ее еще уродливой. Так вот, придут захватчики, эти деньги, которые позволят им прорваться в Киеве. И снова все поменяют. Вот, то же самое касается съемок фильма, то же самое касается музея Голодомора, на который президент наложил вето, слава Богу. продление второй очереди 22-й. Александр, резко, категорически по самому своему принципу была создана скульптура, монумент, простите, монумент совершенно бездарный, подойдите внимательно, посмотрите на выражение ее лица. Это горгонная медуза, она способна убить взглядом. Там нету художественной ценности. Так на этой бабе замените одну символику на вторую, повесьте ей комсомольский значок, да успокойтесь, понимаете, и водите значительно больше туристов будет. Все, это мое мнение. Министр культуры Александр Ткаченко в отставке, говорят, провожали его скрытно, часть депутатов был банкет для них, но это опять-таки слухи, просто там заметили автомобили, машины, как бы вот отступные, отходные, или как принято говорить, там Никита Патураев, еще называют определенных депутатов и политиков, которые там были. Ткаченко в культуре какой оставил след? Александр, я не видел ни одного человека, ни изумеренной интеллигенции, которая иронично относится к действиям любой власти украинской, ни партналистической, верхушки, ни левых, ни правых, ни серых, ни зеленых, ни центристов, которые бы сказали о нем хорошее слово. Но поскольку он учился у меня на первом курсе, это был мой первый-первый курс, я не могу сплетничать о своих бывших студентах. Я могу единственное, что сказать, что предскоченка окончательно была загублена украинская литература. Даром ее называют сучка сейчас на украинской литературу, но даже это нелепое создание было окончательно загублено, я имею в виду в плане литературной критики, обзора и прочее, прочее. Была закрыта последняя в Украине газета, которая была посвящена литературе, литературно Украине. У проклятых врагов, вражины, понимаете, существует и литературная газета, и вопросы литературы, и цитера, и цитера, масса литературных журналов, и электронных, и газетных, и печатных, в смысле, и журнальных, и печатных. У нас не существует ничего. Все, что существует, это блед. Поэтому мне близка литература. Я понимаю, что когда выходит кто-то из молодых авторов, то его надо обсудить, его надо просчитать, его надо диагностировать. На это он не дал ни копейки. Он сказал, хай, помогают литераторы, как будто у литераторов есть деньги украинские. То, что он давал деньги на кино, то этот фильм, это не фильмы, это, извините меня, духовная порнография, это приключение 95-го квартала, только в значительно ухудшенном варианте. Я читал этот сценарий, видел наброски сценарий. Но это духовная порноха, это духовный разрат. И причем как давал деньги. Если вы позволите, я расскажу об истории украинской киностудии Довженко в двух словах. Мне рассказывал, он ушел из жизни, один из ведущих работников этой киностудии, творческих, за счет которого эта киностудия купила за счет его одного фильма, 20 лет своего существования. Никита, ты знаешь, что такое украинское лиричное кино? Я говорю, я не знаю. Это когда к тебе приходит мужик, режиссер, и говорит, Володя, а что у тебя там стоит на полках? А я ему говорю, не пошло. Он берет с полки фильм, который снят наполовину, идет в бухгалтерию, получает за этот фильм главного сценариста киностудии «Денежку», дает главному сценаристу треть, идет снимать. Фильм, конечно, но на барахляном сценарии, на барахляном начале, его нельзя снять вообще физически. Он его доснимает, говорит, это украинское поэтичное кино. Тому публика его и не разумеет, это поэтичное кино. Вот так и снимается новое кино, понимаете? Но в отличие от того поэтичного кино, оно построено на юморе, который по выражению тех же журналистов с курса Ткаченко, выше пояса этот юмор не поднимается. Он весь ниже пояса в органике, так сказать, половых органов. Вот, поэтому я приветствую его увольнение. Кто будет назначен следующим, я не знаю. Но я могу перефразировать слова известного лидера фашистской Германии. Когда я слышу слово культура, я хватаюсь за пистолет. Так вот, Геббельс, по-моему, сказал, так вот, у нас за пистолет хватается каждый новый министр культуры. Как бы ее добить уже до конца до края. Та архаика, которая существует в мозгах наших культурных псевдолидеров, уже была осуждена философом Датюком, что возвращение Шароварщины это не самое лучшее, а точнее это гибельно для Украины, не для культуры, а просто для Украины. Ну, Датюка тут же крестили кремлевским агитатором, он замолк, все помнят судьбу Бузины, понимаете, кремлевский агитатор, он говорит, давайте перестать к Шароварщине обращаться, давайте перестать плакать и рыдать, бить на себе, рвать сорочки, понимаете, над своим прошлым. У нас героическое прошлое, мы были империей, мы были в составе империи, мы были в составной части этой империи, подпорным столбом этой империи. И первый, и второй, ну, он так не говорит, это я уже немножко домысливаю, извините, про Зайка, но если мы не вернемся, за каждой цивилизацией останется культура, что останется за нашей цивилизацией? Да, глубоко. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что думаете на этой риторической ноте, я предлагаю вам это сделать в комментариях. У меня еще один вопрос, он финальный, и он, ну, скажем так, еще более, наверное, философский, хотя основывается на реальных ожиданиях и видении настоящего, чтобы заглянуть в будущее. Украина после войны. И, знаете, вот эта история с, ну, условными военкомами, да, на которых сейчас объявили там условную охоту на их активы, на их поведение, расследуют там деятельность, показывают видео, создается такой прообраз, да, какого-то, прообраз очищения, что ли, да, от всех явлений, наталкивает на мысль, что это как бы еще одна грань войны, с которой в будущем, в будущем послевоенном придется справляться. Какие мысли у вас по этому поводу? Как справляться будем? Я принадлежу к последователям политических структур, политических взглядов Франка, а Франка все называли не только левым, но коммунистом, его оппоненты. Это мало кто знает, потому что неловко об этом говорить, особенно Павлика, его коллеги соратников и прочее, прочее. Украина зашла в социальный тупик полный, абсолютно. Это феодальный капитализм с непомерно развитым бюрократическим аппаратом, частью которого является поведение военкома, наиболее зримым, наиболее мерзопакостным и прочее, и прочее. Я не верю в западную модель демократии, которую пытаются нам навязать, начиная с Ющенко и прочее, прочее. Я не верю в том, что нам это удастся сделать. Я охотно верю в военную демократию, хотя тут парадокс в самих словах. Но почему? Казацкая республика не была военной демократией, Аспарта не была военной демократией, была, была, почему? Афиевы, менее известные, не были военной демократией с элементами инновационной экономики. Торо. Так вот, уважаемые друзья, коллеги, я вообще не верю, что на ваш век и на мой век тем более, будет славная годовщина окончания русско-украинской войны. Александр, это мое глубочайшее убеждение. Перемирие, да, финиш войны, окончание войны, я в это не верю. Извините, на этой пафосной ноте я закончил ответ. Да, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли, Никита Тимович. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.